Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, и я рад вас видеть на канале. В этом видеоролике мы сделаем видеообзор на строительные тенды. Занимаясь строительством, то есть мы часто используем тенды, поначалу покупали самые дешевые, ну, как бы добавляли в смету, как бы в бюджет заказчика, покупали одноразовые, то есть там выкидывали по тысячу, по две рублей, то есть, и по факту нам хватало только на один объект. Для меня тенды самые ходовые, самые хорошо используемые, это размер 6х8, 6х10, то есть мы их используем для укрывания, это строительного материала, доска 6-метровая, дальше продолжение идет какая-нибудь USB-плита, фанера, то есть далее какой-то инструмент, генератор накрыть, это как бы в первую сторону. Второй момент, мы эти тенды используем для временной кровли, то есть когда у нас, допустим, металл еще не приехал, или там гибкая черепица, мы можем затянуть стропила в тенд, чтобы не мочить каркас и внутренние какие-то материалы. Также строительный тенд можно использовать, если вы занимаетесь рыбалкой, охотой, путешествуете, то есть кемпинг, то есть сделать навес, времяночку, спрятаться от дождя, от солнца, то есть и так далее, и так далее, и так далее, то есть он многофункционален. И опять же, возвращаясь к первому моменту, то, что мы покупали, почему я сказал одноразовый, да, то есть мы вроде купили там за тысячу, за полторы, да, то есть материал накрыли, пока один раз открыли, закрыли, открыли, закрыли, зацепилось за доску, какой-то инструмент свалился, все, в тенде дыра, заклеили скотчем, скотч разошелся, на жаре отвалился, дождик пошел, все это промокло, и по факту тенды у нас были как бы одноразовые, да. В этом видеоролике, пользуясь случаем, скажем так, я закупился тендами, тенды я взял уже более-менее дорогие, то есть ценовая политика тут 4, 5, 6 тысяч рублей за один тенд. Взял разные бренды, чтобы сравнить, показать вам, как они вообще отличаются, на что стоит обращать внимание, и как, скажем, ну, вежливо скажем, не профукать, да, свои деньги, купив себе вроде как тенд на сезон, да, использовав один раз и его выбросив на помойку. Поэтому, друзья, вам желаю приятного просмотра, и поехали! У нас будет тест состоять из самых простых и банальных вещей. Первое, это мы замерим размер тента, то есть, насколько он соответствует своим характеристикам, размерам. Второе, мы немножко просветим его, посмотрим, как состоят волокна. И третье, мы узнаем, насколько соответствует плотность. Это все проверяется довольно банально, то есть, берется тент, подвешивается на весы, и смотрится, сколько он весит. Чем тяжелее тент, тем, значит, он качественнее. Соответственно, он плотнее, и веса имеет довольно больше. Так что, поехали по порядку. Тенты покупал разных производителей. И сначала первое впечатление. Тент Тарпаулин. Это единственный, кто был упакован в картонной коробке и пленке. Остальные три тента, Спринт Тэч, Тарпикс и Эко, были просто в пленке. Материал тентов тут, это тканный ламинированный полиэтилен. Основу составляет это переплетенное полотно из ленточек растянутого полиэтилена низкого давления. Чтобы узнать, соответствует ли тент заявленной плотности, для этого взвесим каждый тент. На сайте у каждого продавца указано 120 грамм на метр квадратный. Значит, все тенты должны весить больше 7 килограмм. Занижение плотности это частая проблема, которая обнаруживается при начале эксплуатации тента. Не всегда заявленные на этикетке плотность соответствуют реальной, а точнее почти никогда не соответствует. Часто плотность занижается на 10-30%. Первый тент у нас Спринт Тэч. 6 килограмм. Уже ясно, что плотностью в 120 грамм тут и не пахнет. Максимум 100, а то и меньше. Тарпикс. 7 килограмм. Плотность где-то 117. Почти заявленная, но все равно чуть-чуть не хватает. Следующий. Тарпаулин. 6800. Делим на площадь и получаем где-то 113 грамм на метр квадратный. Тоже не дотягивает. И четвертый. Эко. 6 килограмм. Тут вообще около 100 плотностей из всех четырех тентов, только один приближен к заявленной плотности. Поэтому в итоге такие показатели, как прочность и долговечность, снижаются прямо пропорционально занижению плотности. А покупатель, соответственно, переплачивает за недостающий вес товара. Второй эксперимент это просветить тент на вторичку. То есть, если вы светите фонарем и видите темные точки диаметром 1-4 миллиметра, то значит ваш тент сделан из вторичного сырья. Я просветил каждый тент. Точек не увидел. Либо плохо искал, либо в этих тентах их и правда нет. Также сразу обратил внимание на люверсы и усиление углов. Не у всех тентов, которые я купил, они есть. Хотя углы чаще всего тянутся сильнее. И это важный момент. На тенте Спринт Тэч усиления не было. Ну и самый важный параметр это длина тента и шаг люверсов. У всех продавцов заявлено 6 метров ширина и 10 метров длина. Поэтому сейчас проверим. Так, друзья, сейчас сделал разметку на своей террасе. То есть, каждый метр на краю закрутил хороший саморез толстый. То есть, из-за него мы будем сцеплять край тенда и уже измерять, насколько у нас совпадает длина. Также дополнительно кинул рулеточку, чтобы посмотреть, сколько не хватает, сколько хватает. Так, это у нас Эко. Эко тент. Там на самом деле непонятно название бренда. Но есть одна надпись Эко. Так, по длинной части поехали. О, без натяжки. Ровно 10. То есть, можно еще вытянуть сантиметров 5 без натяжки. Даже 10 с копейками. Шаг люверс. 50. 49. 50. 49 с половиной где-то по центру. В принципе, нормально. По узкой части ровно 6 без натяжки. Если поднатянуть, так же можно 5 сантиметров вытянуть смело. Ну, так, налайте, чтобы не порвать. Шаг люверс по боковой. 48. 51. 50. То есть, тоже прыгает погрешность, точности нет. Хотя, можно было бы заморочиться как-то сделать. Так, друзья, следующий тент это Sprint Edge. Указано сразу 6 на 10 метров. 120 грамм. Плотность. Все четыре стороны плотные со шнурком. Кстати, да, я не обратил внимания. Тут реально есть шнурок. Как с одной, так и с другой стороны. Стандарт качества. Пишут. Алюминиевые люверсы с интервалом 1 метр. Сейчас мы это проверим. Площадь использования 6 на 10. Сразу замерим по длинной части. 6 на 10. Фигушки. Даже до 10 не дотягивает. Если поднатянуть, хотя особо не вытянешь, ну вот если не натягивать, не хватает 28 сантиметров. Если не натягивать. Шаг люверс. Как написано, каждый метр. Проверяем. От центра до центра. Ну ладно, 102. В принципе, если поначалу, то каждый метр. Далее. Ха-ха, каждый метр. Следующий шаг люверс. От центра до центра. 86. Следующий шаг люверс. От центра до центра. 97. Следующий. От центра до центра. 97. Ну ладно, тут уже по-более-менее божески. По-короткой. Ну если поднатянуть, будет 24. Если не тянуть, 26. 25. Возьмем среднее. То есть по-короткой не хватает 25. По факту длина 5,75. Нафига вы пишете на сайте 6х10? Написали бы уже как есть 5,75. А то многие-то рассчитывают под размер. Это, кстати, вот поэтому вам совет, друзья. Если будете брать себе тент, никогда не берите 6х6. По факту он будет либо меньше, либо вообще неизвестно. Сразу 6х8, если вы рассчитываете чисто доску накрывать. А мы играем всегда в 6х10. Шаг люверец боковых. 85. О, ровно метр. А следующий. Мы поймали одну люверцу ровно в метр. А следующий. 113. Тоже не совпадает. Согласно описанию. Длина меньше, боковая ширина меньше. Шаг люверец. Разбег от 85 до 112. Вот вам тент Спринт Эйдж. Строительный тент Тарпаулин. 6х10. Ну, описания особого нет. Это... Ну, слушайте, если тент поднатянуть, то мы попадаем ровно в 10х10. То есть, если без натяжки, я думаю, 5 см, наверное, не хватает. Если без натяжки, да, не хватает 5 см. Если поднатянуть, в 10х10 попадаем. Ну, совсем чуть-чуть слегка. Можно даже больше перетянуть. Шаг люверц. От 1 до 2 по центрам 50. От 2 до 3 45. От 3 до 4 49. Далее 48. Далее 50. Ну, в принципе, либо полтинник, либо меньше. Нормально. Так, давайте узкую сторону. Так, если не натягивать, 25 см не хватает. То есть, по ширине он не 6 метров, а 5,75. Если поднатянуть, в принципе, 5 см выигрываем. Шаг люверт. 47. 45. О, 52. Ну, короче, тоже получается шаг неточный, везде рандомный, поэтому заранее вы крепеж не сделаете. Надо делать это по факту. По ширине у нас получается вот этот торпулин 5,75. 25 см не хватает. По длине у нас 9,95. Не хватает 5 см. Но можно вытянуть их, в принципе, в десятку закрываемся. Это у нас Тарпикс. Плотность 120. Алюверси пишет через каждые 50 см усиленные углы. Да, углы усиленные пластиком. Что еще тут интересного написано? Ламинирован расплавом полиэтилена. Не пропускает воду с двух сторон. Поехали по длинной части. Имеет также две стороны. С одной стороны серая, с другой стороны зеленая. Так, без натяжки. О, это первый тент, который больше своего размера. Смотрите, без натяжки. Даже любопытно. Без натяжки тент больше на 25 см. То есть, это реально круто. То есть, по факту, вы покупали 6 на 10, получили 10,25. Шаг, люверси. Если от начала до следующей, 52. Ну, по центрам будем бить. По центрам 53. Потом идет 50. Далее 50. Далее 50. Так, сейчас будем искать косяк. Далее вот 52. По центрам. Далее 50. Ну, то есть 50-52. Ну, как бы нормально. Нет такого жесткого разбега по 10 см. Так, мерим. Мерим короткую часть. По длине у нас плюс 25. Короткая часть без натяжки. Ровно 6 метров. Можно вытянуть еще ну, сантиметров на 5-7, наверное, где-то. То есть, ровно 6. Так, друзья, давайте небольшой, краткий итог подведем. Что касается тендов. У всех немножко, ну, примерно одинаковая ценовая категория, но каждый тенд имеет разницу там тысячи-полторы. Какой-то тенд прыгает по акции, там разница аж в две тысячи. Ну, как пишут, вообще все говорят, что каждый производитель занижает плотность. То есть, на 10-15%. То есть, если мы уже с этим смирились, то дальше топим за размер. За шаг, люверс, за их качество. Шнурок, кстати, по контуру есть у всех. Мне понравилось больше всего два тенда. То есть, у первого тенда он ровно 6 на 10, который даже с непонятным брендом, то есть, написано на сайте ЭКУ. То есть, даже непонятно, кто это вообще. И вот сейчас, который мы тенд измеряли, последний, как ни странно. Это у нас по длинной части мы идем в плюс 25. Это хорошо. Когда есть запас, это хорошо, поверьте. Бывает, прям чуть-чуть не хватает что-то накрыть. Это такое часто бывает. Поэтому лучше будет, пусть будет запас. А большинство тендов ты покупаешь по факту, то есть, и у тебя там минус 20, минус 25. Да, вот представьте, у вас крыша, вы знаете, со свесами. Ну, я занимаюсь строительством, да, мы часто используем для укрывания стройматериалов, временных крыш, то есть. И вы знаете, что у вас кровля, допустим, там 6 на 10, да. Вы покупаете тент, а у вас бах, такой провис, да. И из-за этой дырки будет у вас заливаться вода. То есть, все. Понятное дело, что можно купить с запасом на 2 метра больше, да, и тогда свес у вас будет по метру слева-справа, но все равно мы тратим свои деньги и покупаем тент 6 на 10. Будь добр, напиши по факту 5,75 на 9,85. Все, к тебе вообще вопросов не будет. То есть, люди будут видеть, что у тебя размер такой. Так что, вот такие пирожки с котятами по поводу сравнения тендов. Надеюсь, вам понравился такой видеоролик, друзья. Пишите свои вопросы, пишите комменты. Для меня это, скажем, тоже интересный эксперимент. Но вот вам табличка, по которой вы можете сориентироваться, что какие итоги мы подвели, сделать для себя небольшие выводы и пользоваться этой информацией. Еще раз спасибо. Поставьте лайк, напишите коммент, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.